МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Значит, в общей сложности у нас по вопросам, связанным с водообеспечением с 1 марта по 7 марта было 713 обращений. Значит, основные темы – это заявки по утечкам 213, отсутствие водоснабжения 207, подача воды на верхние этажи 42. Так мы и не решили вопрос, коллеги. Значит, сейчас надо будет отдельно доложиться по подаче воды на верхние этажи. Те же самые улицы, то есть там проспект Победы, там Герой Сталинграда. То есть все по улично видно по обращениям, что та же самая ситуация. Значит, заявки на подвоз. По заявкам на подвоз, Сергей Михайлович, даже там, ну, вот ничего слушать не хочу. Все должны быть удовлетворены. Если по обращениям видно, если люди не знали график, одно дело, ознакомьте. Если не подвозили, добавьте время. То есть, ну, здесь даже слушать не хочу. Нарушение графика подачи воды. Аварийность была большая, могу сказать, действительно. Вот мы с Владимиром Игоревичем все выходные были на связи. То есть было в Симферополе там только больше 25 аварий. Вот на позавчерашний день мы там с вами общались. Просто-напросто действительно коллеги работали здесь на износ. Ничего не могу сказать. Но, тем не менее, от граждан обращения поступают. Например, там по мотозалке, там, что там воды нету, к примеру, а вода течет. И так далее. Конечно, когда люди наблюдают, особенно в период такой засухи, дефицита воды, протекания соответственно, и когда днями эта вода течет, конечно, ну, здесь эффективность нашей работы надо понимать. При том, что мы понимаем, что бригад там не хватает и так далее. Аварийное отключение на сетях ГУБ Вода Крыма 25. Аварий на коллекционных сетях, это подпорок колодцев, значит, 17. Качество воды 14. Аварийная работа на сетях, жалобное устранение аварийной ситуации. Слабый напор воды 3. В разрезе регионов, ну, самое большее Симферополь, понятно, 517. Ялта 85. Симферопольский район 32. Красногвардейский 19. Обращение Ленинский 17. Кеш 9. Саки 8. Бахсарайский район 7. Женкойские 7. Евпатория 4. Алушта 3. Феодосия 3. В Женкойском и Развольненском районе по одному обращению. Значит, коллеги, еще раз говорю, проблематика та же самая. Адреса в обращениях там та же самая. Зеленогорско-Белогорский район. Подвоз и так далее, коллеги, надо выровнять ситуацию. Симферополь, там вот те же самые улицы. Проспект Победы, Матезалки, улица Широкая. Симферопольский район, село Трудовое. В том числе по Крымской водной компании, то есть обращение Симферополь, улица Археологическая. В данном случае это аварийный, то есть водопровод на перекрестке 8 марта и Крылова. Точно так же прорвало трубу. Ну, в общем, коллеги, понятная ситуация. Владимир Николаевич, давайте вы первый. Там сегодня у вас просто командировка, там вы отпрашивались. Пожалуйста, в общем, что за выходные сделано? Уважаемый Сергей Валерьевич, уважаемый Юрий Михайлович, крымчане. Значит, за прошедшую неделю предприятиям принимали все необходимые меры для стабилизации водоснабжения в нашем городе. Неделю назад, ровно в прошлый вторник, произошла очень серьезная авария на диаметре 1200 в районе приятного свидания. Однако, она была локализована, и на праздники нам удалось в течение трех дней подавать горячую воду. Ой, холодную воду в круглосуточном режиме. Значит, на сегодняшнее утро на предприятии порядка 22 повреждений. К сожалению, Сергей Валерьевич, они продолжают нарастать. Рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект. Изношенные сети их не выдерживают. Поэтому мы будем увеличивать количество бригад, техники, то же самое. Значит, на сегодняшний день мы имеем небольшие, очень небольшие притоки водохранилища. Но по городу Симферополе они позволяют нам сделать уверенный вывод, что с учетом того, что мы разработали уже все скважины на западном направлении, мы будем гарантировать Сергею Валерьевич нашим горожанам и тем 39 населенным пунктам, которые питаются от этих сетей, что перерыва в водоснабжении не будет. Мы накопили, наконец-таки, резервный миллион в Симферопольском водохранилище, который позволит мне в случае вот таких аварий на 1200 магистральных водоводов эти дни подрабатывать оттуда. В партизанах и воянах тоже у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах. Значит, сегодня, максимум завтра, мы планируем запускать насос СН-3000, который позволит нам перекачать большее количество воды на город Симферополь западного направления. И мы рассчитываем на то, что это количество воды снимет проблему, ну или почти снимет проблему с верхних этажей. Результат я буду знать где-то в четверг на конец дня после вечерней подачи воды. Ну, нам раньше мы договорились, что пару дней давайте мы возьмем не больше двух дней. Ну, я к чему, чтобы Валентин Валентинович в четверг вот у нас будет штаб по стройке, соответственно, чтобы он уже, пользуясь там прямым эфиром, доложился по ситуации, что сделать для того, чтобы на верхних этажах, у нас вот то же самое Лермонтово, Куйбышево, соответственно, проспект Победы, там 210, у Героя Салинграда графики, там и так далее, Ялта, там улица Соснова. Ну, это отдельное обращение по улице, пожалуйста, там коллеги сами там будут ситуацию докладывать, там и главы администрации. Но, тем не менее, давайте так, Леонид Валентинович, вот на четверг на один часов решение должно быть какое-то найдено, уже и озвучено. Сделаем, Сергей Валентинович. Договорить, Валентин Валентинович, с Вас, если возможности, так сказать, в этой части воды Крыма будут исчерпаны, но я имею в виду, что зона ответственности, я имею в виду установки насосов, это уже задача администрации города, то Вы, соответственно, координируете эту работу, в четверг докладываете, сколько по времени, сколько стоит насос, время поставки, соответственно, и когда у нас не будет проблем с подачей воды на верхние этажи. От слова совсем. После принятия решения об установке насосов, специалисты ГУП РК окажут полнейшую техническую помощь управляющим компанией в подборе наладки и включения и выключения по нашим режимам. Там же есть вторая часть медали. Это вот включать те часы, когда мы даем воду. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вот конкретно Валентин Валентиновича и своего коллегу Виктора Васильевича, когда было принято решение о круглосуточной подаче воды. Мы же подаем нам на все дома. Все, без исключения управляющие компании и все ЦТП Крымтепло-Коммунэнерго, обеспечили свою задачу и включались синхронно с нашей подачей воды. Без этих вмешательств двух руководителей я бы город так не обеспечил. Спасибо коллегам. Но это общее дело, конечно, друг другу помогать в сложной ситуации.